МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Аттракцион или транспорт в Петербурге обсудили развитие морских и речных пассажирских перевозок. Десять лет под парусом в морском молодежном центре подвели итоги сезона. Морские чудеса. Выставка Соловецкого морского музея в Петербурге и другие темы. Представители пассажирских судоходных компаний обсудили итоги минувшей навигации. Цифры демонстрируют снижение объемов перевозок как туристических, так и маршрутов водного транспорта. Причину эксперты видят в возросшем количестве происшествий на воде, в высокой арендной плате за причальные комплексы, что в свою очередь отражается на увеличении цен на билеты. Итоги навигации сезона 2012 нельзя назвать успешными. Объем перевозки на экскурсионном флоте снизился почти на 7% и составил 1,5 млн пассажиров. Против почти 2 млн в прошлом году. Причин снижения масса. Одна из главных – эхо трагедии Булгарии. После катастрофы российский речной регистр принял решение проверить безопасность всех судов, находящихся на его учете. Из-за этого навигация в Петербурге началась на две недели позже запланированного срока. В этом году судовладельцам города необходимо будет, согласно международным правилам, переоборудовать суда под высоту волны 1,2 м. В то время как класс практически всех речных трамвайчиков северной столицы обозначен 0,6 м. Сегодня мы идем по пути переоборудования этих судов. И заранее уже скажу, что намечено в течение этой зимы, я чувствую, что мы всего не успеем этого сделать, но порядка 80 судов мы будем переборудовать. Наши входящие в ассоциации. Вообще в городе, чтобы вы представляли, таких судов 124 всего судна, из них 84, 81 точнее, входят в состав ассоциации. В ходе пресс-конференции отметили, что в Петербурге наблюдается резкое увеличение количества скоростных судов. На сегодня эта флотилия составляет 33 единицы, принадлежащих пяти компаниям. Одна из самых успешных на рынке перевозок – водоход. Линия Санкт-Петербург-Петергоф пользуется спросом и у горожан, и у гостей северной столицы. Но стоят такие поездки недешево. В среднем цена билета на «Метеор» – 500 рублей. Судоходная компания объясняет это рядом причин. Первое – то, что порядка 30% дохода от перевозок уходит на закупку топлива. Второе – «Метеоры» не только поглощают более 200 килограмм топлива в час, но у них еще часто барахлят двигатели, что также сказывается в конечном счете на стоимости билета. Ну и главная причина – поездка на «Метеор» в Петергоф – это развлечение, а не необходимость, считают в компании-перевозчике. Скоростной флот и перевозки по маршруту Санкт-Петербург-Петергоф – это в какой-то степени больше аттракцион. То есть это не транспортная линия, потому что для транспортной линии она слишком затратная. А прокатиться с ветерком, не стоя в пробках на Петергофском шоссе и не испытывая сложности, так сказать, при езде по берегу – ну это своего рода аттракцион. А аттракцион не может стоить дешево. Не все в порядке с водными маршрутками. Там тоже наблюдается снижение количества перевозок. А в управлении водного транспорта вообще называют тему таких перевозок недостаточно продуманной. В целом, дотации для транспортных маршрутов городского водного транспорта на 2013 год будут сокращены почти вдвое и составят 60 миллионов рублей. Тем не менее, важно сейчас сохранить для города водные маршруты. В нашем городе должен существовать водный транспорт, который вне зависимости от доходов, уровня доходов тех или иных семей позволял бы им дать возможность, предоставить возможность своим детям самим увидеть город с воды. В Российском Союзе судовладельцев считают, что проблемы существуют не только у речи прогулочного флота. Но и морских судов. Последние в нашей стране не строили на протяжении 20 лет. Государство не в достаточной степени оказывает поддержку судоходным компаниям по реанимации своего флота, по строительству современного флота, который бы отвечал всем требованиям, современным требованиям, международным требованиям, которые с каждым годом все жестче предъявляются для эксплуатации этого флота. Судовладельцы отмечают, что если бы у них были льготы на постройку судов на отечественных верфях, то заказы были бы размещены в больших количествах. Пока же строить пассажирский морской флот на отечественных верфях для судовладельцев нерентабельно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова имени адмирала Макарова. Как считают в руководстве Академии, лучшее поощрение курсанта-отличника это его достойное трудоустройство. Очередной слет отличника в Макаровке прошел в Доме молодежи Василиостровского района. Помимо курсантов-отличников, в праздничном вечере участвовали руководители Академии, представители морских и транспортных компаний и морского совета при правительстве Санкт-Петербурга. Слет проводится ежегодно. Курсанты-отличники награждаются нагрудным знаком с вручением именного удостоверения. Эту награду можно получить не ранее, чем на втором курсе. Если курсант в течение двух сессий учится только на «отличной» или имеет хотя бы одну четверку, он имеет право приказом начальника Академии получить знак «отличник Академии» и удостоверение к нему. Причем он должен заниматься общественной работой, он не должен иметь никаких взысканий, он должен быть помощником, руководителем своим, заниматься научной работой и мероприятия проходят у нас ежегодно. Это одно из самых красивых наших мероприятий. Это цвет нашей Академии. Кроме почетного знака и свидетельства, отличники имеют и другие привилегии. Все они результат успешного обучения, научной и общественной работы курсантов. Личность ученика в Академии находится в центре образовательного процесса, что отражается на отличных показателях в учебе. У нас 7-8% курсантов только отличники учебы. Это наш золотой фонд, это золотой фонд нашего российского флота, и мы им гордимся. Заинтересованность в курсантах, окончивших с отличием Академии, выражают и потенциальные работодатели. Это в первую очередь российские и зарубежные судоходные компании. Большинство курсантов после прохождения практики на флоте благополучно трудоустраиваются. Мы проходим практику, это обязательно, чтобы получить рабочий диплом. Для работы в море нам необходимо пройти практику. В этом году прошел 4 месяца практики в международном экипаже компании Стэна Балк. Ходили по Европе, ходили в Латинскую Америку, ходили в Штаты. Я уже подписал контракт с компанией, сейчас после окончания Академии я уже иду, у меня долгосрочный контракт, я работаю на флоте. Упускники Макаровки – это ближайшая перспектива всей морской индустрии. От того, как курсантов подготовят в Академии, зависит не только их дальнейшая судьба, но и будущее морского флота. В завершении праздничного вечера в честь отличников в Макаровке дали большой концерт. Курсанты Академии исполнили морские песни и представили интересные творческие номера. Морские клубы и классы Петербурга подводят итоги прошедшего сезона. В этом году, как и всегда, морская молодежь активно ходила под парусом, участвовала в шлюпочных походах, принимала участие в многочисленных регатах. Об увлекательной навигации прошедшего лета корреспондентам морских вестей поведали участники морского молодежного центра Василеостровского района. Молодые моряки Василевского острова приурочили торжественное заседание клуба «Ко дню матери». Мамы участников центра не только спокойно отпускают отпрысков в морские походы, но и сами в них активно участвуют. На протяжении 10 лет в этом клубе занимается воспитанием молодых моряков. Зимой теория, летом увлекательная практика. Василевский остров является морским районом морского города и как нигде уместен здесь морской молодежный центр, в котором собираются дети и взрослые от 6 лет у нас и до 35 лет. И мы решили здесь проводить такие встречи для того, чтобы объединять всех людей, которые интересуются морской темой. В торжественный день участники клуба организовали фотовыставку. Снимки напряженных походов показывают, как сложна, одновременно увлекательна морская стезя. Море и река сплачивают молодежь, позволяют выработать характер и завести настоящих друзей. В этом году опять была в походе. Мы ходили по реке с сестрой. Было очень интересно. Мы сидели у костра вечерами, пели песни, разговаривали, рассказывали страшные истории. Было очень весело. Коллектив просто великолепный. Куча новых друзей, знакомых. Здорово. Очень люблю Анатолию Валентину, Павла Павловича, Алексея Игоревича. Благодаря походам просто отдыхаешь. Какое-то время, это здорово побыть какое-то время. Мы отрезаны вообще от мира, от всего, без связи, без интернета. Больше всего понравилось в походах, это, конечно, обстановка дружеская. То есть там коллектив в походе, он очень сильно сплочается. И получается довольно такая своеобразная атмосфера. Ну и, в общем-то, это и главный плюс. Ну и к остальным можно добавить, что там изучается самое главное, то, что в теории не изучишь. Там, там, становление паруса, там, или узлы какие-то вязать, и обычные, там, походные, какие-то развести костер, ну и всякое прочее. В ходе встречи участники морского центра показали другие уже неморские таланты. В дружеской атмосфере молодые моряки продемонстрировали свои вокальные и хореографические данные. Самое главное – это настрой на будущий год, ведь в следующую навигацию ждет еще более насыщенная грибная и яхтенная жизнь. На ледоколе Красин открылась выставка «Ранние морские чудеса Соловецких святых». Экспозиция представляет сохранившиеся свидетельства о мореплавании на севере России в средние века. Поморы уже тогда активно осваивали Белое море и ходили на промысел даже в Северный Ледовитый океан. В дальних опасных странствиях этим удивительным и глубоко веровавшим людям нередко приходили на помощь святые основатели Соловецкого монастыря. На фотографиях начала 20 века видна нелегкая жизнь поморов. В море на промысел они могли ходить круглый год. И даже ранней весной, когда льда было много, уходили за морским зверем, тюленями и моржами. Быт на промысле был крайне суровый. Уходили поморы на несколько недель. Жили на льду прямо в лодках, накрывая их шкурами или брезентом. Еду также готовили на льду, и не всегда горячую. Частенько брали с собой сухари в такое тяжелое время соблюдали Великий пост. Эти фотографии показывают то своеобразие этого промысла, его сложность, которая лишний раз подтверждает, что люди, жившие в этом регионе, были люди очень крепкой веры, веры православной, потому что в море без Бога выходить было нельзя. Кто в море не ходил, тот Богу не маливался, говорит поморская пословица. Начало 20 века и век 16 неразрывно связаны. Ледовый промысел к 20 столетию не сильно изменился у поморов. Разве в древние времена, когда человек был ближе к Богу, поморских мореплавателей чаще выручала небесная помощь? Тому свидетельства письменные изобразительные источники рассказов о жизни святых Соловецкого монастыря. В них особое место занимает рассказы о различных морских происшествиях. Самое раннее известие о том, как ходили в море, с какими трудностями в море русские люди сталкивались, какие тяготы им приходилось переносить и как переносить, вот сохранила агеографическая, то есть житийная традиция Соловецких святых. Это, во-первых, само житие основателей Соловецкого монастыря, преподобных Зосимы и Саватия, в котором рассказывают о разных морских происшествиях. Ну, а во-вторых, это миниатюры, появившиеся уже в том же, уже в 16 веке, сами преподобные жили в 15 веке, в 16 веке, вот эта история уже была иллюстрирована миниатюристами. Основу выставки составили рассказы о морских чудесах преподобного Саватия из Осимы Соловецких, произошедших в конце 15-го, в середине 16-го веков, а также копии древнейших изображений этих чудес. На миниатюрах видно, как благодаря помощи святых был спасен упавший забор, предотвращен пожар, как моряки и монахи избежали столкновения с могучими льдами и благополучно вернулись домой. Это просто фантастического качества средневековая живопись, и если снять это крупным планом, это можно увидеть. Тут же каждая история представлена в одной, в нескольких миниатюрах, в развитии сюжета своего. Там такое количество тонких, драматических, живописных моментов, которые иллюстрируют, собственно, чудо, которое произошло на море с рыбаками. В день открытия выставки в одной из кают был настоящий аншлаг. Посетители любовались не только экспонатами Соловецкого музея, красивейшими миниатюрами, но и читали сами чудесные происшествия. Людям приятно узнавать что-то хорошее о своей истории. И вот это осознание того, что у нашей страны есть глубокая морская традиция, причем традиция не только какого-то каботажного промыслового плавания, но и традиция открытия новых земель. Собственно говоря, Арктика, как морское пространство, была освоена именно русскими мореплавателями в 16-17 веке. Вот это знание людям нравится. Людей как-то это знание укрепляется. Выставка открывается в Петербурге впервые. Ранее она прошла на Соловках и в Архангельске и пользовалась большой популярностью у посетителей. На Красине выставка продлится до 10 января 2013 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова